Сталинградская битва станет одним из ключевых моментов 12-серийного телевизионного фильма «Жизнь и судьба». По заказу канала «Россия-1» картины снимает Сергей Урсуляк. Для режиссера и талента своего рода дебют. Он никогда не снимал военных эпопей с масштабными батальными сценами. Съемочная группа буквально по крохам собирает натуру. Смоленщица, Самара, Петербург и Подмосковная Кубинка, где расположен один из крупнейших музеев бронетанковой техники. Пока ждут приказа не вперед, а мотор, который раз проверяют, как наложен грим. У танка особый, чем больше грязи, лучше. Это сейчас Андрей Толстых в форме рядового. Вообще-то он старший прапорщик запаса и к тому же не актер. Но без него эти сцены не снимут. Просто машина не поедет. Внутри за рычагом военные, актеры наверху. Впереди Т-34-76, получившая боевое крещение в самом начале. Машина все не слушается. Техника настоящая, старая. Танк участвовал в параде победы в 41-м. Во время войны утонул в Псковской области. Из болота его достали лишь в 2002-м, отреставрировали. По сценарию колонна еще только отправляется на Сталинградскую битву. И сейчас проезжает мимо своего командира. Это военное приветствие актер Евгений Дятлов называет не просто ритуал, продолжение характера. Строевая подготовка в армии, роли капитанов в кино, пока не в кадре, снабжает съемочную группу раритетным беломором. Еще пытается разобраться с автомобилем. Легендарный американец армейский Виллис на ходу, но капризничает. Когда слышится главное, мотор, миг и он уже полковник. Новиков, один из главных героев в фильме. Он победитель в том смысле, что у него нет выбора. В этом смысле. Именно в этом. Он должен, воин, делающий хорошо свое дело, должен быть победителем. А он воин. Его танковый корпус во время Сталинградской битвы отличится особо. Но как ему дастся этот бой? Как вести вперед тех, кто с ним, когда самому кажется, что вот-вот упадет? Когда узнает, женщина, которую любил, вдруг решила уйти. Характеры удивительные люди, несгибаемые судьбы, невероятные. И победители, и жертвы, и вся правда того страшного времени. Ради этой правды режиссер Сергей Урсуляк учит то правильно вскидывать руку, то правдоподобно сидеть в тесной старой машине. И уже привыкнуть, наконец-то, к танкам. Ты там тоже не играй в свою игру. А то ты играешь в человека, который задыхается от выхлопных газов. Дубль за дублем оттачивает сцену. Эпизод с проездом танков на экране промелькнет, займет всего-то секунд 10. Но в таком фильме все сцены важны по такому роману, который был запрещен, арестован, впервые вышел на Западе, который трудно перечитывать и которого так не хватает. Я считаю, что нашему кино и нашему телевизионному кино не хватает внимания к людям, настоящего сострадания к людям. И ощущение, как сказать, нашей общности, и общей истории, и общей жизни, и общей страны. Вот этого, мне кажется, не хватает. И мне кажется, что роман и сценарий, написанный Володарским Эдуардом Яковлевичем, дают для этого ощущения основания. Поэтому я надеюсь, что это будут смотреть. Может быть, не все, но, я бы сказал, лучшая часть зрителей будет смотреть. Съемки по сложнейшему произведению Василия Гроссмана Сергей Усуляк должен закончить в декабре. Режиссер, который до этого ничего военного не снимал, уже сейчас готовится к самому трудному для себя этапу. Скоро начнутся съемки самой битвы. Жанна Артамонова, Александр Садольский, Новости культуры.